Недолго ждать? Быстро. Семья Хожиевых приехала в столицу Татарстана из Бурятии. По их словам, предпочитают больше гулять пешком. Однако, если казанская достопримечательность находится далеко, пересаживаются на общественный транспорт. Он и недорогой, и быстрый, признаются казанские гости. А вот Масе прилетел в Казань из Ирана. То ли от незнания русского языка, то ли от боязни запутаться в многочисленных остановках, мужчина предпочитает передвигаться на такси, причем использует для этого специальные приложения. В сети люди чаще всего рассказывают, что иностранцы страдают именно от российских таксистов, которые заламывают цены за поездки. Сейчас мы представимся иностранцами и попытаемся узнать, сколько будет стоить проехать от ЖД вокзала до улицы Баумана. Многие при виде камеры отказались брать нас в поездку. Однако нашелся водитель, который, не разговаривая по-английски, решил нас отвезти. Его не смутил мой акцент, и взял он за поездку 300 рублей, хотя красная цена этого маршрута около 130. Самыми востребованными являются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Вадлер. Для бесплатной перевозки болельщиков задействованы 80 составов повышенной скорости и комфорта, включая поезда Сапсан. Добраться до другого города иностранные фанаты могут без проблем. Об этом сегодня рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. За все время мундиали между городами-организаторами будут курсировать почти 15 тысяч поездов, 734 из которых бесплатные. По заверению министра, в каждом поезде есть переводчик, который готов помочь иностранцам. Артем Логвинов, Андрей Ключников, телеканал Эфир.